Каникулы завершились. 1 сентября для 130 тысяч ульяновских школьников прозвенел традиционный первый звонок. Приглашение вернуться к урокам и домашним заданиям. Для почти 14 тысяч детей этот звонок первый в прямом смысле слова. Статус школьника для них еще не привычен, но готовились к этому дню мальчишки и девчонки весьма сознательно. И главное, каждый для себя вывел формулу, как подружиться с первым учителем. Нужно сделать ему что-нибудь приятное. Можно цветы подойти. Спросить у него, например, сколько будет плюс 20, плюс 20, сколько будет плюс 40, плюс 40. Хорошо учиться, не баловаться и вести себя спокойно. Получать пятерки, благодарить его. Лучше-то сделать комплименты, тогда, мне кажется, получится. Его не обязательно все время любить. Перемены ждут всех школьников. В новом учебном году появится ряд новшеств. Например, обязательным станет трудовое воспитание. Вернутся серебряные медали, вводятся курсы начальной военной подготовки. А историю российские старшеклассники начнут учить по новым учебникам. Мы не говорим, что какие-то принципиальные тексты, особенно по 60-70-м годах, тексты взятые действующих учебников и Анатолия Васильевича Туркунова, Владимира Ставченко, Мединского. Но понятно, что новый учебник дополнен теми событиями, которые происходят в нашей стране, значимыми событиями. И в учебнике в том числе появился раздел, связанный с причинами специальной военной операции, вхождением в состав нашей страны новых регионов. По словам Сергея Кравцова, этот учебник поможет выстроить единую суверенную систему образования. Упомянутый министром историк, ректор МГИМО Анатолий Туркунов подчеркивает, новый учебник также призван научить молодежь сопоставлять информацию, объективно ее анализировать и делать собственные выводы. Что касается самих школьников, учеников 10-11 классов, то с образовательной новинкой они уже успели познакомиться. Я считаю, что в данном учебнике описана одна из самых важнейших тем на данный момент. Здесь освещается политическая ситуация в нашей стране. Я считаю, что это один из самых интересных параграфов, потому что нас эта тема обучает уважительному отношению к нашей родине, что развивает в нас патриотизм. Мне понравилось то, что освещаются события современного времени, то есть то, что происходит сейчас и как изложена информация. То есть она представлена не сухими фактами, а с тобой буквально как будто ведут диалог. Учебники поступили и в новые регионы. Лутугина с приобретением помогла Ульяновская область. Более 300 экземпляров отправилась в школы подшипного района. Что касается нашего региона, то для ульяновских школьников закуплено почти 8 тысяч книг. К слову, большая часть тиража печатается именно в Ульяновске. Из двух пособий «История России» и «Всемирная история» складывается единая картина событий. Давайте с вами откроем «Россия сегодня». Не было таких учебников, чтобы мы изучали сегодняшний период. Мы всегда заканчивали в 2012 году, за несколько лет до сегодняшнего времени. Обратите внимание, учебник заканчивается событиями 2023 года. Как известно, история – это наука, которая развивается каждый день. И вот современные события, например, специальная военная операция, современные достижения отечественной истории в качестве борьбы с фальсификацией исторических процессов – все это нашло отражение. Очень примечателен авторский коллектив, особенно человек, который много сделал не просто для развития отечественной науки, но и для ее популяризации истории. Я имею в виду профессора Мединского. Как приживется в учебной программе новый учебник, покажет сама история. В целом, в школах с этого учебного года начнет действовать так называемый «золотой стандарт знаний». Учебники под грифом «ВГОС» разошлись по всей стране. Это очень хорошо, потому что у ребенка есть возможность учиться одинаково для всех, общая программа, общая основа. А дальше мы развиваем и раскрываем талант ребенка в спорте, в науке, в музыке, в искусстве, театральная деятельность. Вот это очень важно. Также новый учебный год стартует в организациях дополнительного образования, которых в нашем регионе стало еще больше. Откроются новые «Кванториум» и «Айти-Куб». 38 точек роста. Образовательное пространство с 1 сентября заработало в 6-й гимназии Ульяновска. В процессе изучения ребята смогут увидеть стиль изменения с помощью тратиков на компьютере. Вот, допустим, по нейрофизиологии мы будем изучать функционирование организма человека с помощью электрофизиологии. «Кванториум» — это место для технологичного творчества, где дети уже со школьных лет могут приобщиться к умным разработкам дня сегодняшнего, чтобы в перспективе работать над технологиями будущего. Само по себе это очень интересно. И думаю, что многим это понравилось бы, если они закроют. Детский этап «Кванториум» подразумевает собой высокооснащенные места, которые будут использоваться как в учебном процессе, так и во второй половине дня в системе дополнительного образования. У нас порядка 300 детей будут обучаться только по программам дополнительного образования. Более 250 будут обучаться с использованием данного оборудования на двух и более учебных предметах. То есть на таких предметах, как технология, биология, химия, они будут использовать данное оборудование, которое поставлено нам в рамках национального проекта образования. В шестой гимназии открыты направления биоквантум, робоквантум, хай-тек-цех и квант-беспилотников. Особенно педагоги выделяют так называемый IT-квант, который открывает детям широкие возможности программирования, в том числе и устройств самого Кванториума. Таким образом, в отремонтированной за лето школе появилось современное оборудование, которое сделает учебный процесс, во-первых, нагляднее, во-вторых, интереснее. Технологии в обучении, обучение технологиям – реальность современного образования, с которой школьники знакомятся уже с первых учебных дней. Открытие в Димитровграде сверхсовременного и уникального для региона лицея ядерных технологий – еще одна премьера учебного года 23-24. Это Наукоград. Здесь находятся крупнейшие научно-исследовательские центры, здесь находятся промышленные предприятия. И два из них – это научно-исследовательский институт атомных реакторов и федеральный центр радиологии и онкологии. Как раз с этими двумя градообразующими предприятиями у нас есть соглашение не только о профориентации, а об университетских субботах и обмене статьями, студентами, учениками и профессорами, для того, чтобы дети, выучись в этом лицее, поступили в нужный университет и остались работать здесь. Здесь совершенно по-новому организованы учебные аудитории. Много света, много воздуха, много новейшего оборудования. По современным стандартам оснащены спортзалы и пищеблок или центр здорового питания. Одновременно здесь будут кормить 300-350 учеников. Питание предполагает несколько смен. Кухня полного цикла предполагает самостоятельную обработку, изготовление и хранение продукции в условиях шоковой заморозки. Еще одно новшество этого учебного года не только в Димитровграде, Ульяновской области, по всей стране. С сентября во всех школах без исключения ученики младших классов будут получать бесплатное питание. Отдельные категории детей дважды в день. Обязательные условия школьных обедов и завтраков – сбалансированность. Для этого меню ежегодно актуализируется. При составлении нового списка обязательно учитывается и мнение самих учеников. За понравившиеся блюда они голосуют пустыми тарелками на языке поваров коэффициент съедаемости. Но главным ориентиром все же остаются нормы Санпина. Рыба со столов не исчезнет, несмотря на незаслуженную непопулярность. А вот столь любимых детьми чипсов, сухариков и прочих вредностей в ассортименте школьной столовой нет и не будет. Зато есть специальное меню для аллергиков и детей с заболеванием желудка. А перечень блюд разрабатывается с учетом потребностей растущего организма. Строгий контроль на каждом из этапов – синоним здорового питания. Поэтому перед отпуском в зал обязательный бракираж готовой продукции. В составе комиссии присутствует медицинский работник, а также директор или зауч. Поучаствовать в дегустации могут и родители. Я считаю, что у ребенка должно быть разнообразное, забалансированное горячее питание. Плюсом является то, что в столовую может прийти любой родитель, то есть полностью посетить пищеплог, посмотреть меню, продегустировать блюда и, соответственно, оценить качество продуктов. Кроме того, вся информация о доступном школьникам меню теперь в обязательном порядке должна быть опубликована на сайте образовательной организации и размещена на специальной платформе для проверки Федеральным центром мониторинга питания обучающихся. Учебный год стартовал успешно. Особое внимание уделили и вопросам безопасности детей, как в образовательных организациях, так и на пути к ним. По всей Ульяновской области созданы условия для того, чтобы путь к знаниям был открытым и интересным. Субтитры создавал DimaTorzok